Среди вакансий, которые не требуют особых навыков и специального образования, работа натурщикам. Кстати, скромность не помеха этой деятельности модели не всегда позирует обнаженными. Молодость и эталонная внешность тоже не обязателен. Художникам требуются люди разных типажей и возраста. А вот выдержка пригодится. Подробнее о работе натурщиков расскажет Юлия Космос из Санкт-Петербурга. Я работала натурщицей, когда была студенткой. Это называлось демонстратор пластических поз. Сразу скажу, что много на этом не заработаешь. Ставка за портрет или части тела, такие как руки или ноги, это 70 рублей в час было. За обнаженку от 140 рублей в час. Поэтому в основном натурщики работают за идею или из любви к искусству. Натурщиков обычно ищут в зависимости от темы постановки. Есть целые базы натурщиков, но ими достаточно редко пользуются. В основном натурщиков ищут среди своих друзей или в социальных сетях. Вот, например, меня привела туда моя подруга. Работает достаточно сложно. Тебя ставят в определенную позу на несколько часов. Каждый час дают размяться. Самая распространенная поза – это контрапост. Это такая же поза, как у Давида и Венеры Милоской. Обычно в любой позе, позе стоя, лежа, сидя, все затекает. Помимо этого кабинеты обычно достаточно маленькие. Воздуха в них не хватает. Поэтому приходится дышать краской, вайдспиритом. Самый распространенный вопрос – как относятся студенты к обнаженке. Так вот, они уже привыкшие, и когда дело доходит до тела, они, конечно же, не хихикуют.